Эдгар Сависар Когда мы войдем в правительство, Эстонию будут управлять из Сталина, а не из Брюсселя, Вашингтона или Москвы. Мы, разумеется, будем общаться с партнерами со всего мира, но ставим за собой право с уважением не соглашаться с политикой, которая не преследует интереса в Эстонии. Наша государственная оборона тоже должна быть сильной. Только народ, способный защитить себя, пользуется уважением и среди других народов. Эдгар Савис расчел, что успешная работа в Сталина не дает основания для успеха и на государственном уровне. Он предложил повысить минимальную зарплату до 1000 евро уже в следующем году. Ей, по примеру большинства европейских стран, в том числе 5 и даже 15 самых богатых стран ЕС, ввести ступенчатый подоходный налог. Также надо подумать о бесплатном транспорте в масштабах Эстонии. Из главных проблем Станы выделил миграцию. Союз же партию назвал главной и единственной оппозиционной силой. Сотсдемов он назвал главными союзниками. Правда, с некоторыми оговорками. История не раз показывала, что когда дело доходит до формирования правительства, сотсдемы бегут в лагерь правых партий и быстро позволяют купить себя за несколько пустяковых министерских портфелей и прочие блага. Не поймите меня неправильно в том, что социал-демократы, представленные в правительстве, нет ничего плохого. Плохо то, что никаких принципиальных изменений к лучшему не совершил ни прошлый состав правительства, ни этот промежуточный. К счастью, близятся выборы, а это шанс для народа Эстонии выйти из тупика. Председатель социал-демократической партии, комментируя выступление Сависера, заявил, что возглавляемого лидером центристов правительства в стране не будет. Поскольку центристы долгое время находились в оппозиции, то у них скопилось много нереализованных идей, которые представил их лидер. К началу года свои программные тезисы готовит Март Лар. Причем некоторые издания сообщили, что там будет заложена некая политическая бомба. Лар обещает предложить новую систему формирования правительства, массовое реформ и нововведений. Легко предположить, что с приближением весенних выборов риторика партии конкурентов будет становиться все более жесткой. Но окончательную оценку даст избиратель первого марта в день выборов в Риге-Когу. Что же до итогов года, то им будет посвящен и выпуск программы «Русский вопрос» в следующую субботу, и заключительный в этом году выпуск нашей столицы в воскресенье 28 декабря. Владимир Михалков, Рейхопроезд, Первый Балтийский канал.